Автомобили Toyota российской сборки продавались и в других странах, помимо России. Это Армения, Белоруссия и Казахстан. И сейчас, когда японцы окончательно остановили конвейер петербургского завода, пришлось искать альтернативные каналы поставок. Как выяснил телеканал Автоплюс, в Казахстан скоро начнутся отгрузки кроссоверов RAV4 родной японской сборки. Они отличаются другой цветовой гаммой, большим тачскрином медиасистемы, а также принципиально иной линейкой моторов. Вместо двух атмосферников разного объёма и адаптированной мощностью 149 и 199 сил, теперь доступен только двухлитровый агрегат отдачей 173 силы. С ним стыкуется безальтернативный вариатор, но привод может выбрать покупатель. В прайс-листах значатся четыре комплектации Prestige, Prestige+, Luxe и Luxe+. Базовая стоит около 20 миллионов тенге, что равнозначно 2 миллионам 600 тысячам российских рублей. Такой автомобиль оснащается светодиодной оптикой, электроприводом крышки багажника, семью подушками безопасности, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем и комплектом тёплых опций. Напрямую сравнить оснащение японских и российских машин довольно трудно, так как наполнение комплектаций заметно отличается. Но есть ощущение, что японец оказался пусть немного, но дороже своего аналога из Петербурга. Поставки таких RAV4 на рынок России официально не планируется. Но, как показывает опыт, казахстанские дилеры весьма охотно отгружают автомобили своим российским коллегам. Правда, такая дружба сильно не нравится головному офису марки. Между тем, Казахстан открывается для российских машин упрощённого образца. В России автомобили без антиблокировочной системы, подушек безопасности и с моторами любого экологического класса легализовали весной, а у наших соседей лишь сейчас. Это значит, что техника, которую сейчас делают АвтоВАЗ, КАМАЗ и УАЗ, отныне сможет легально ввозиться на территорию соседней республики. Более того, казахстанское правительство разрешило выпуск таких моделей и в самой стране. Власти не скрывают, что ослабление законодательных требований продиктовано желанием одновременно помочь и российскому, и своему собственному автопрому. Новые правила будут действовать до 1 февраля, но затем их, скорее всего, продлят. И ещё. По итогам сентября наши соседи приобрели всего 374 новых «Лады». Все они из докризисных запасов, то есть отвечающие эконормам Евро-5. Для примера, в сентябре прошлого года сумма продаж превышала 800 единиц. Субтитры создавал DimaTorzok